Привет, мои дорогие друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Сегодня у нас будет новая серия по замечательной игре Total Security Battle Simulator. Если вы думаете, что вы в игре видели всё, то я вам скажу, увы, ребятки, ошибаетесь. Даже я не знаю, насколько здесь разнообразные сильные юниты. Что же мы сегодня в серии будем делать? А мы сегодня будем проверять, насколько воины Неона сильнее своих аналогов, то есть более древних юнитов. И что с этого получится, как всегда, вы сможете сейчас увидеть, а также сделать какие-то свои предположения в комментариях под этим роликом. Кстати, если вы ещё не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь, также ставьте лайк, чтобы побольше выходило серий по игре Tabs. Итак, что мы сегодня будем проверять? Смотрите. С правой стороны у нас будут воины Неона, с левой стороны у нас будут их аналоги в других, скажем так, нациях, которые здесь представлены в игре. И мы, ребятки, будем их, как бы, пробовать в двух различных позициях на разной дистанции, потому что одни юниты рубят на одной дистанции, вблизи, другие на другой. И посмотрим, насколько эти непобедимые воины Неона лучше своих более древних аналогов. И мы сейчас посмотрим. Начнём мы, ребята, с вот этих вот энергетических пушек, которые просто рубят всех. То есть, вы знаете, пушки, которые стреляют ядрами, а с ядров появляется ринг, и там какой-то боксёр всё уничтожает в радиусе ринга. Мы сегодня начнём. Начнём мы, ребята, с 10... с 30, ребята, но 30 пушечек. Вот у нас 30 пушек. С другой стороны мы возьмём тоже пушки, только они, пушки, будут уже у нас Наполеона. Они, как бы, стоят меньше. Но кто же с них победит, мы сейчас увидим. Итак, давайте, с правой стороны у нас 30, с левой мы сейчас тоже ставим 30. Кстати, здесь в игре почему-то сломался звук. Он никаким образом тише не делается, ничего тише не убирается. И это немножко меня поднапрягает, я вам скажу. Когда здесь долго находишься в игре, то от музычки просто уши разрывает. Ну да ладно, вот что у нас получилось. Дело в том, что, получается, батареи пушки, которые представлены в нации Наполеона, они ставятся более ближе друг к другу. А эти немножко на другое расстояние. Потому кажется, что их больше, да? Но на самом деле вот у них одинаковое количество. Вы сейчас можете написать в комментариях, кто же победит. Современные пушки Неона или Наполеон. Пишите, Неон или Наполеон. А мы сейчас посмотрим, что же будет в этом замесе. Итак, поехали. Начали. Я сразу, ребята, включаю Slow Motion, потому что здесь очень всё будет близко происходить и быстро. Вы посмотрите, как Неон страдает в пушке Наполеона. Вообще никого не... Нет, одна пушка умерла. Ха-ха! Смотрите, что за дичь у нас получилась. Наполеоновские пушки херячат всё, а световые просто не могут бить на ближнюю дистанцию. Они он куда-то туда вырубили. И боксёры, я не знаю, кого они там боксируют. Деревья какие-то или камни. Вообще непонятно, что происходит, но Наполеон побеждает. Да, ребята, недаром Наполеон был захватил практически всю Европу. И здесь он тоже решил захватить, скажем, земли. Земли этих инопланетян, которые прилетели. Или как-то наоборот. Мне кажется, что это более современная какие-то... Современная раса прилетела захватывать нашу землю с помощью таких же технологий, но более усовершенствованных. И тут они, ребята, всрали. А теперь давайте посмотрим, что у нас получится, если мы поставим на разное расстояние. То есть немножко мы, ребята, сделаем подальше их. Вот давайте мы сделаем здесь тоже 30-очку или там 25, сколько у нас будет позволять расстояние. Так, 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 давайте 20. 25, да? Всё, 25. И с другой стороны давайте пушки Наполеона. Наполеон. Посмотрим, как он будет на дальней дистанции бить. Но я вам скажу, мне кажется, что пушкам Наполеона просто сейчас не поздоровится. Они, мне кажется, сейчас сдохнут на изи. Пушка на дереве сидит. Ну пусть она на дереве сидит. Может её всё-таки не достанут, и она сможет перебить всё войско. Так, давайте 25. 25. Ещё одна. Что-то вообще, как они смогли такую пушку на ветку затянуть? Дерево бы уже вообще сломалось. Эти ветки сломались. Ну пусть они сидят там. Может они под частяк туда подымали, а там собирали. Я, честно, не знаю. Может там что-то и получилось. Так, что-то я их уже очень много поставил. Там 28, там 25. Ну, вот так вот у нас получается. Дело в том, что пушек как бы одинаковое количество, но по деньгам у нас немножко всё по-другому. У голубой команды больше монет. Ну, потому что эти пушки намного дороже. Итак, давайте посмотрим, что у нас с этого получится. Let's go. Поехали. Опаньки. Куда они? Блин, а пуш... Смотрите, пушки Наполеона вообще с дерева прям рубит. Её сейчас... Она сейчас там на дерево и умрёт. Смотрите, куда он ликит. Оооо. Жестяк. Что происходит? Пока я... Офигеть, ребятки, пока я отвлёкся на дерево. Вы просто посмотрите, как армию Наполеона просто в хлам разрушили. Вот это жесть. Я вам скажу, что на дальней дистанции у этих пушек вообще всё круто получается. Они безоговорочно побеждают, ребята, в этом бою. Просто вы посмотрите, какой жёсткий замес. Представляете, если бы я не сделал slow motion, это происходило бы вообще очень быстро. Смотрите. Мы такие смотрим, что произошло. Тот отлетел. Тышь, 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 тышь. Я не знаю, сколько сейчас у нас секунд будет идти вообще бой. И сколько нужно времени, чтобы всех уничтожить воинов Наполеона. Я не знаю, там, наверное, секунд 20 прошло, да? Это жесть. Это просто, ребята, разрыв. Видите, расстояние здесь в игре очень сильно влияет на результат. То есть, как вы разместите. Это круто. Потому что, когда будут разработчики добавлять уровни, когда выйдет игра в релиз. То есть, там надо будет уже подбирать какие-то пушки, на какое расстояние, чтобы они стреляли. Итак, теперь мы, ребята, проверили пушки. Давайте мы посмотрим, кто же круче. Мушкетчики обычные или мушкетчики неона? Вы сейчас можете написать в комментариях, кто круче мушкетчиков. Так. Сейчас мы, ребята, 30-очку сделаем. 30-очка, это круто. Вот. Это, представьте, мушкеты, которые вообще жестко бьют. Они же просто выносят с первого выстрела, они просто в хлам уносят любого противника. И мы поставим обычных мушкетов с нации Наполеон. Вот так вот. Наполеоновских бойцов мы тоже поставим. Ну, это такая средняя дистанция будет как раз у нас. Смотрите. Что с этого получится? Мы сейчас посмотрим. Вот сюда чуть-чуть. Так, 30-очку. Все, мы поставили. Сейчас вы можете написать в комментариях, кто победит. Мушкеты Наполеона или мушкеты Неона. Скажем, мушкеты... Даже звучит прикольно. Мушкеты Наполеона и мушкеты Неона. Что там начинается на N, что и заканчивается на N, что там. Так, я думаю, что все-таки мушкеты Неона победят. Это чисто мое предположение, потому что я видел их в действии в прошлых роликах. Они просто были мощные. Но мы их не ставили друг против друга. И мы не знаем, что получится у нас. А сейчас узнаем. Поехали. О, Наполеоновский уже целится. Смотрите, головами машет. Говорит, я сейчас тебя убью. Смотрите, как глаза... Как у него глаза ходят. Это он так целится. Ну, давайте мы уберем слоу-мошен и посмотрим, что с этого получится. На! О! Охренеть! Я вам скажу, что мушкетчики наполеоновские красные, они быстрее целятся. Но вы видели, что творят световые мушкеты? Это просто жесть. Это такой замес был. Просто по красоте. Как далеко откинуло. Вы посмотрите. Мало того, что получается, мушкеты Наполеона, они умирают, так они еще сгорают. Просто. То есть, они черные. Это какое-то оружие, которое превращает белых людей в негр. В афроамериканцев, я вам скажу. Итак, мы поняли, что не он победил, но это он победил, потому что он был на такой дистанции. А если мы, воинов Наполеона, поставим немножко поближе, что с этого получится? Как вы думаете, будет тот же результат или что-то изменится? Так, давайте поставим 30. Итак, поехали. Давайте посмотрим. Да поехали, что ты. Они уже целятся. Они, прошу заметить, ребята, намного быстрее целятся. И что с этого получится, сейчас мы увидим. Бэээ! Вот так вот, шерак, с первым выстрелом за мушкетами Наполеона. Ооо, ну я вам скажу, если вот эти чудики прицелились, То они обязательно убьют всех Вот если он прицелился То он убил, смотрите Поворачивает Охренеть, тыщ Мушкеты Нет, мне кажется, жопа Наполеону И на этом расстоянии Тоже жопа, представляете Жопа, огромная такая Какие они точные ребята Просто снайперы Это нереальные снайперы, представляете Они просто суперски мочат Но тут мы видим Ах, что, один троих вырубил? Троих вырубил один? Не может быть Смотрите, как они легли Они даже, мне кажется, на полу руки показывают Говорят, да пошли мы Да Это жесть, я не думал Что так получится, но Все-таки я остался изначально на световых Юнитах, и так Мои победили, ребята Давайте посмотрим, что у нас дальше Дальше у нас идут Пистолеты Как бы казалось Ну, пистолеты, так пистолеты Против кого можно поставить пистолеты? Да? Я вам скажу Против лучников У лучников точно такое же Получается Оружие практически Только Здесь они стреляют световыми Лучами Лазеры такие, да? А Тут у нас они будут стрелять Сейчас Где же они, где же лучники? Вот они 60 тоже 60 монет В принципе, одинаковая По стоимости И давайте посмотрим Расстояние Сначала мы ставим в ближнее 30 на 30 На кого мы? Ребята, честно Я не знаю Мне Всегда нравились лучники Мы лучниками Великана херячили Кого мы только не убивали Я сейчас ставлю на лучников Мне кажется, что они победят Потому что, смотрите Они даже как-то стали Вот их Побольше, что ли, кажется Да? Лучников побольше, ребята Они в длину Побольше стоят Чем обычные Чуваки с лазерами Итак, поехали Посмотрим, что у нас получится Смотрите Это какой-то звездный десант Это космические агрессоры Решили напасть На другую планету Где здесь не такая Развитая цивилизация Здесь С луками Но Луки стреляют Но Ребята В орешки Прям в орешек попал Мне кажется Он Просто Умер от жуткой боли Представляете Куда попал Слушайте Я не знаю Что это за лучники Они просто офигевшие Они бьют чисто в пах Ребята Вы посмотрите Куда летят стрелы Я в шоке Прям В коленную чашечку Охренеть Кстати Кто у нас побеждает Смотрим Пока неизвестно Смотрите Пока что неизвестно Да Есть лучники Еще два лучника И один чувак с пистолетом Смотрим Мне кажется Что сейчас лучники убьют Лучники рубят С одного выстрела Ребята Если лучник попадает То все На Офигеть Лучники бьют на расстоянии Я понимаю Что если лучников Сейчас поставить На более длинную дистанцию То они всех вырубят Они здесь вырубили Они просто здесь все вырубили Ребята Я охренею Что у нас творится Мне кажется Если бы Как бы Пистолеты стояли Немножко поближе То синие бы В любом случае Победили Но мои лучники Не продули Я вам скажу Итак Давайте мы продолжим Мы поняли Что здесь Побеждают Лучники То есть Если я поставлю Сейчас ребята Дистанцию Немножко побольше То стопудово Лучники победят Еще раз Давайте мы проверим Другого Меня очень сильно Интересует Кто же победит У нас есть Такие вот Чуваки Смотрите Со световыми мечами Есть Обычные Самураи Кто победит Честно сказать Я даже не знаю На кого ставить Потому что Я не знаю Что с этого получится У нас в Азе Находятся Самураи Самураи Конечно у нас Будет поменьше Нет Количество такое же А по кредитам По монетам меньше Потому что они Дешевле стоят Давайте посмотрим Что с этого получится Я даже слоу-мошу Не буду делать Такая армия Атакует Оооо Пошла жара Смотрим Тыщ 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 Офигеть Вы посмотрите Мне кажется Что они дольше К друг к другу Бежали Чем вообще Происходил бой Они просто Дотрагиваются Одним световым мечом И противник Ложится просто В гроб Можно сказать так Я в шоке Насколько они сильные Да И даже если я поставлю Одинаковое количество Монет Все равно они продут Вы видели С каким преимуществом Победили джедаи Это просто жесть А что же Сейчас у нас будет Если мы поставим Вот этих вот ребята Джедаи мастеров Да ребятка Сейчас мы поставим Давайте мы сейчас Тоже тридцаточку Врубим Так Тридцаточку А с той стороны Мы поставим Немножко других юнитов Здесь у нас будет От Азии выступать Самурай мастер Вот это я вам скажу Очень интересный будет замес Джедаи мастер Против самурая мастер Если их ученики Сражались поровну Да По количеству И победили джедаи То здесь уже будут мастера Я вам скажу это так Современные джедаи Мастеры Против Азии У которой Знаете Вот Средневековые традиции Куча тренировок Различных Мастерство Все таки Я ставлю на самурая Я думаю что Они должны победить Ну не должны Не должны всегда Побеждать световые Неоны Да Итак Поехали А вы обязательно Пишите в комментариях Что с этого получится Ну я вам скажу Что выглядит изначально Джедай мастеры Очень угрожающе Потому что Они машут Своими мечами Это просто как будто Какой-то комбайн Я вам скажу Жнецы Вы посмотрите Как они вообще Будут сейчас рубить Что с этого получится Я поставил На самураи Мастеров Блин Ребята Самураи Не проиграйте Ооо Это жесть какая-то Что они продули Не может быть Нет Да Все таки Они намного мощнее Я не знаю Почему так получилось Но Результат Вы видели Сами на лицо А если мы Сделаем количество Немножко побольше Давайте мы Попробуем Вот Увеличить уже До сотни Да Сотня на сотню Сотня на сотню Надеюсь Лагать у нас Ничего не будет И посмотрим Сотня на сотню Кто победит Тут у нас 110 А здесь у нас тоже Давайте поставим 110 Раз Так 59 Нам уже игра говорит Воблер Не надо Надо ребята Надо Ха-ха-ха Сейчас посмотрим 110 Кто у нас победит Ну я думаю Что все равно победят Джедай-мастера Потому что Вы посмотрите Что за атака У нас Смотрите Даже первая Просто в хлам Всех разматывает Вот это замес Вот это замес Плохо Что здесь не показывается Количество Сколько в одной команде Сколько в другой команде Смотрите Чувак летал в воздухе И махал мечом Такое ощущение Что он мотылек Какой-то Ребята Мотылечек Ха-ха-ха Самурай Нападай На Смотри Двоих вырубил Ничего себе Может он сейчас Всю армию перебьет Нет Голубизна победила Итак ребята Мы сделали выводы Что Скажем так Современные аналоги Намного круче Тех Юнитов Которые были Самыми первыми Здесь в игре То есть Пушки Конечно Смотря какие юниты Но все же Мы увидели Что У нас Лучники По такой же стоимости Намного эффективнее Чем пистолеты На дальней дистанции Мы видим Что Джедай-мастера Намного эффективнее Обычные джедаи Намного эффективнее Своих Более дешевых Скажем Более дешевых Аналогов Я говорю Как будто Это какие-то Препараты Медицинские Или еще что-то Дешевые аналоги Короче Фигня Ребята Итак Если вам понравился ролик Ставьте лайк А также Пишите комментарии Насколько вам нравится Эта игра А с вами сегодня был Воблер Игра ТАПС Удачи ребят И пока Субтитры сделал DimaTorzok